В первой четверти удача была на стороне Рязани. Выиграв стартовое вбрасывание, команда попыталась открыть счет встречи, но Александр Гудумак успел на подбор. Он же и размочил счет. Иванов добавил очков с линии штрафных. Но гости смогли вырваться вперед. Первый период закончился со счетом 19-21 в пользу Рязани. Сравнять счет Сахалину удалось в начале второй четверти. Однако Рязани торопилась сдаваться. Счет на табло выравнивался трижды. Подопечные Эдуарда Сандвера смогли вырваться вперед буквально за 40 секунд до завершения игрового отрезка. В третьей четверти гости никак не могли справиться с Сахалином. Один за другим спортсмены отправляли мяч в кольцо соперника. Разница в конце третьего периода составляла 8 очков. Лидировал Сахалин. Обреженная очень игра сегодня. Команда с Рязани не уступает нашим игрокам. Борются. Сейчас будет четвертый период. Самые ответственные. Сейчас решится все. Заключительная четверть началась с мощного рывка хозяев. Сахалин вырвался вперед на 17 очков. Оставалось не сдавать позиции, что наши спортсмены и сделали итог встречи 78-71. Мы ходим на все игры. Сегодня была сложная игра. Но мы победили. Мы рады. Соперники крутые. Наши земляки. Мои рязанцы. Я сам из Рязани. За кого болели? За обоих. Впечатление такое двояко. Очень неровная игра. И, конечно, результат для нас неутешительный. К сожалению, у нас опять был перебор персональных замечаний. У Галехова, у Нестерова. Могу отметить характер всех ребят, которые выходили на площадку. Кто-то меньше, кто-то больше. Кто-то допускал больше ошибок, кто-то меньше. В принципе, не важно. Важна для нас победа, которая очень сильно укрепляет наши шансы на итоговое первое место. Следующая игра обещает быть не менее трудной. В воскресенье Сахалин сыграет с «Зенитом». Субтитры создавал DimaTorzok